Каждый пост имеет свои основания, и пост Петров, или как его еще называют апостольский, посвящен подвигу святых апостолов. Дух Святой просветил учеников Христа, чтобы они могли идти во все концы света и нести Слово Истины. Пост этот имеет древнее происхождение, поскольку подвиг апостолов, он очень почитался христианами, и поэтому подражали еще тогда, в древние времена. Но сложился он уже окончательно в IV веке, когда стал повсеместным. Пост в древности вообще отличался от постов, которые держат сейчас, потому что раньше в Древней Церкви постом называлось полный отказ от еды. Троица или Пятидесятница – день, когда Дух Святой сошел на апостолов, чтобы открыть Слово Христа, после чего апостолы получили жребий идти с миссией и дойти до края земли, донести весть о воскрешении Христа. Вспоминая апостолов, мы вспоминаем тем самым, что каждый христианин причастен к этой миссии. В настоящее время пост имеет разную длительность. Самое короткое – это 8 дней, самое длительное – 42 дня. Связано это с тем, что пост начинается через неделю после Дня Пятидесятницы, а День Пятидесятницы – это 50-й день после Пасхи. Поскольку даты празднования Пасхи всегда разные, вычисляется особым образом, то, конечно, и День Святой Троицы будет приходиться на разные числа, и пост апостольский также будет начинаться в разные дни. В период поста христиане почитают память святых апостолов Петра и Павла и стремятся достичь духовной чистоты через воздержание и молитвы. Также в это время принято совершать добрые дела. Пост не так строг, как великий, но требуется средоточение на духовном начале. Святая Церковь в День Всех Святых накануне поста напоминает нам Евангелие и слова Христа. «Кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня, того и я отрекусь». А вот заканчивается апостольский пост всегда в один и тот же срок – 12 июля, в День памяти апостолов Петра и Павла. Самая маленькая возможная продолжительность – 8 дней. Самая длительная – 42 дня. В этом году он продлится 22 дня.